Саратов, Волгоград. О, приходил в Возбирь еще ехать. Доброе утро, в Саратове. 23 июня. Вот, считается, уже июнь кончится. А когда вы будете смотреть, уже к тому времени почти июнь кончится. Да, как время быстро летит. Короче, ночевали мы вчера в Сызрани, здесь, на гараже. Чего-то так спать хотелось просто, но никаких сил нет. Там вот поспал, потом и еду, чувствую, засыпаю. Встал, не глушал машину часов до 12, наверное, спал. Потом проснулся, заглушил и дальше. Правда, сейчас вот берем московское время, 6 утра, живых. То есть, уже выспался. 3 часа пенза, 238 нам километров. Это мы приедем, ну, ориентировочно. Сейчас еще отблю заедем, заправим. Но сами заправляться не будем, что-то мы пока перестали. Здесь много с паском заливаться. Поэтому заедем просто одну, зальем и то только бачок. Канистры 7 штук у меня есть. Там в пензу приедем, подождем, Михаил Владимировича посетим, погуглим, может. В пензе колеса нароем. Колесо. Вы превышаете допустимую скорость. Что, заработало здесь это? Вроде же не работало. Или всегда работало. Там, какая-то машинка стоит, работает, рисовая получается. Сейчас 22. Утром опять жара. Естественно, у нас намечается... Сейчас скажу даже сколько. Ну, я прости скажу. Здесь сегодня 34. А если взять Минск... Минске сегодня 33. А че умеет? Вот Минске немножко полегчает с воскресенья до 24. 25. А так вот все эти дни за 30. Да. Где мои 17 лет на Большом Каретном? Где моя поза-позавчера, когда мы... В куртке выходили, пошла мы кушать. И нам было холодно. С Димкой. В 10 градусов. При сильном ветре. Совсем немножко нам осталось, друзья, отработать ориентировочно где-то 1300 километров. Это до Смоленска. Как там дальше, не знаю. Все походим. Вроде как предварительная договоренность хотя бы каким... Через границу нас перекинуть достигнула. А у вас паска. Вы перемешаете, допустим. А тут 16% показывают сейчас. 40 литров залью. Лук в пачок. И все. Топливо мы заправились до Ольши. Там на Петру. Конечно, там. Там, да, там. И скидки хорошие. И топливо там. Ну, надеемся, что хорошее оно. Вся гиртека заливается. Как-то здесь что-то вот... Короче, не знаю. Начальство сказал нет. Центротех пока не исходит. Начальство виднее. Оно высоко сидит. Так-то разница, конечно, по топливу получается. Хорошая. Экономия есть на той же зоне. Неплохо экономишь. Как бы только потом, чтобы эта экономия боком не вылезла. Газом пахнет. Газом, нефтью. Че, тут только не пахнет. Нефтеперерабатывающий залод прямо на месте. Кузу, кузу, вату, вон, что сегодня какое-то настроение такое. Через 300 метров повернутся направо. Ну, вот. И не повезло. На следующем повороте направо. Здесь все, видите, все на месте. Тут качаю, тут перерабатываю. Тут же заправляем. 50 метров плавно повернут направо. О, даже трасска здесь заливается уже. Я их раньше тут не видел. Газовая метановская. КамАЗ поехал заливаться. И нам 40 литров адовой жидкости мы погнали. Поверните на левом. Как вы думаете, что я смотрю царку. Она как за симпатя. Отблю, разгружаю, да? Давайте сюда. На следующем повороте направо. Траска, я тут не встречал. До сих пор. Побъезжали. Этого нам тоже до Петрова хватит. Время 8, без 15, Кузнецк. Все уже попросыпались. Все. Уже кто-то вот состав опять очередной собрал. Там какие-то три. Др-др-др. Перед заедут. Собрали за собой колейку. Военные, наверное. Сзади тоже колея. Верните меня в Сибирь. Хотя там тоже транспорта не меньше. Но там как-то попроще. Не, меньше, однозначно меньше там. По сравнению здесь это с европейской частью. Умножать раза в три, наверное, трафик. Я имею в виду вот это расстояние, там, участок до Красноярска, рядом. От Омска до Красноярска. Или там от Челябинска до Красноярска. И вот здесь. Европейская часть, конечно, да. Все куда-то туда-сюда едут. Что-то везут. Столько машин, а? Столько машин. И все что-то везут куда-то. А молнии. Та, похоже, что войны впереди тарахтят. Колейку за собой собрали. Кузнецк. Все. Можно рацию опять выключать. Тартом. Неужели эти вот все рекламщики, которые дают эту рекламу, не понимают, что эффект у нее абсолютно обратный? Причем, я думаю, что намного негативнее обратный. Играр групп на польских номерах. Ничего себе. А там не только войны. Там еще и перед войнами ехать не хотят. О, тормозим. Огончик тронется. Состав останется. Бригадирин. Собрал. 28. Время без 15, без 10, 8 только. Это 100% куда-то в Киргизию гонят. 100%. Да, в Нискорамный. Нискорамный, потому что Кубатура. Кубатура это, чтобы в Китай ходить. На немецких транзитных. Век воли не видать в Киргизию. Ну, или на Алматы куда-нибудь туда, на Южный Казахстан. Но я думаю, скорее всего, Киргизия. Бетон, щепень от 3000 рублей. Вы видите? Да пошел ты. Что, Самара? Впереди едет Дырдыр, да? Дырдыр, ты идешь. Переразрешенный 60, мы едем 45. Это, это у нас Чемодановка или... Как это? По-моему, Чемодановка. Уже вот перед Пензой. Здесь минут 10, можно сказать, мы в Пензе. Практически еще 20 минут и будем на Петушке. Еще часа полтора нам там Михаил Владимирович ожидать. Ну, есть чем заняться. Найдем, вернее, чем заняться эти полтора часа. Уже 30-ник. Хорошо. Не, ну, что там перед ним такое едет? Ёшкин гонит. Эти жигули совсем не еду, да? Ну, болтос едем. Зачем так медленно? Наверное, дедушка какой-нибудь никуда не спешит. Он на пенсии. У жигулей пробег тысяч 10 при возрасте лет 30. Ой, Чемодановка. Кижеватого Чемодановка. Тысячи извинений. Не специально. Так, Самаран, давай что-нибудь будем делать. Будем обходить эти жигулей, и не будем. А пойти-то не мешало бы, только возможности нет. Понятно. Ну и за город. За населенный пункт вы ехали. Быстрее мы не поехали. Терпение, терпение. Потерпим. Шалить не надо тут. О, кстати, пиццефабрика. Куриное царство. Ого. Северсталь. Ого. Выдержит тонны воды. Ого. Все, подвинулся. Или нет? Подвинулся. Я же сказал. Видите, у него еще даже номера какие? ПЕК. Еще старые, черные номера. У него... Вот чемодановка. У нее в натуре пробега 1010. Ну, максимум 20. У этой машины. ПЕК номера. Черные. Еще приколок. При царе горохи их ставили. Выдавали. Как чувствуешь? Не видел. Лифан Моторс зарос этим. Смотри, деревья, наверное, не пошло у них тут дело с Лифанами. Эх, игрок болтами. Ничего личного к фанатам. до фанатам Лифанов. Каждый имеет право на свое личное мнение. Просто тихосмотр проходил. Приехал парняк 9 месяцев. Он, говорит, уже ржав. Уазик у него был Лифан. Написано. Он, говорит, он уже ржавеет. Уже, говорит, сервисов не влажа. Говорит, я не один. Купил, говорит, на свою голову. За что купил, за то и продаю. Вернее, то, что сам слышал, прямо с ним разговаривал. Передают прямо слово в слово. Может быть, сейчас они уже другие. Это было там энное количество лет назад. Может, сейчас они уже поменяли все в качестве. чемодан. все, чемодан. А вот уже бенза началась на синем фоне. Отлично. Погнали на петушка. кто там? Я по средам не подаю. Что? Пациентов не подаешь? Это кто? Hello. Ты что, работать хочешь или что? Давай, давай. Подожди. Хочешь работать или нет? Да, все, значит, завтра плюс 35 смоленский прицеп расщепляешь ты. Как я тебя сразу? Я за рулем хочу поработать. А грузчика я найму? Это в холодильник быстрее, курицу, пирожки, там все. Она уже сварилась в третий раз. Курица. Скаунтер, елка. Это не моя. Давай, чемодан. Е-мой, уже шлепт на дворе. Двое шортов, три майки. Все, что нужно брать. Сейчас пойдем купим тебе тапки, блин, отдашь пимаина. Ты же тоже не поедешь в кроссовках, я думаю, домой? Нет, в кроссовках поеду. А? В кроссовках поеду. Я чуть не сварился, блин, а ты хочешь? Я за тебя доварюсь. О! Что ты? Не узнаешь? Давно не виделись. Давно. Давно. Жарко, да. Жарко вообще не мое. Ты что, в автобусе ехал, кондиционера нету. Кайф. Ну, только хорошо хоть форточки. Ты меня до дома довезешь на это, чего же? Кого? На машине в Минск поедем. Зачем? Меня домой завезешь, чтобы я не сварился. Смоленский на маршрутку. Да, да, да. Нету Смоленский маршруток. Они мимо идут. Не надо, не надо. На автобусе дождемся того. Не надо, не надо. Воршун электричка, в крайнем случае. Воршун электричку. Головой. Ладно, что, пойдем? Супчика поедим. Да, окрошку. Если есть окрошка, окрошке поедим. Пойдем, окрошку есть. Все, я уже на хозяин. Все, окрошку туда, за руль, туда, сюда. Все, все. Вон, сейчас меня готов. Высадить, иди пешком, говорит, на Минск. Все, домой. Тут недалеко. Две китайские песни споешь и дома. Рассказать вам, как у нас тепло сейчас. Расскажи, Михаил Иванович. Как-то скучал по работе, расскажи. Я скучал на диване. Последний, особенно последнюю неделю. Поцепенней. Жара такая, 35-36. С дома даже выходить никуда не хотелось. До ближайшего магазина за холодной водичкой. И все. Все. На рыбалку съездил пару раз. Я молчаю. Важна не рыба, важен процесс. Процесс был удачный. Результат был неудачный. Ну, раз процесс был удачный, понятно, результат. А может слегка хромать. Я вот так нигде и не получилось. Думал в Красноярске зависну на выходные. Так летел же, как ошпаренный туда, чтобы не зависнуть. Пойди так и не аж. И не завис. Где-нибудь там бы. Вот получил за спиннинг кидать. А сейчас придется этим дома тренироваться. Все? Все, что ты... Все, что за полтора месяца. Вообще. Не меньше, чем... Сейчас был очень скучный. Понятно. Ну ладно. Сейчас. Капинь взятка, вижу. Клепезинка. Взятка. Взятка. Поедем. Дали добро машины помогите. В холодильнике. В холодильнике грязный не принес. Ездить. Как-то не совсем солидно. Поэтому. Рвем когти. СПА процедуры. А тут недалеко. Каниметр 2-3. Осталось домой еще. Да. Уже почти приехали. Я думал, это вот это сдалека. Это нет. Что-то строится. Как бы это стало. Я стал что-то вот на это здание подумал. Ну, сдалека. Что это наша мойка. Там есть. Справа там будет. Нет. Я знаю, что справа. Двойной закончится. Тут же рядом? Да, сейчас. Я говорю, километр 2-3 останусь. Одна гора, вторая. Там и мойка. Можно же сейчас поднимемся и увидим. Нет еще. А, нет. За бугром затем. Приехали на мойку. Михаил Владимирович точно в работу резко вкинулся. Видите, пошел штору поправлять. У нас защелка не держится. Мне вот лень было. Говорит, что штора сзади раздувается некрасиво. Он пошел заниматься. Ну, красавчик. Чего? Молодец. Как говорится, в этом фильме мне нравится ваш боевой настрой. Сударь. Сейчас мы еще заедем конфетку сделаем из нашей кормилицы. И все будет общая красота. Контрулируешь? Смотрю, как наводится красота. Я там кофе им поставил. Сейчас кофейку попьем. Не, они тут моют хорошо. До этого опёса вообще не было помойки. Выйдем, посмотрим потом. По не шевелись. Муха, ё-моё. Пацан, как в этом фильме, говорит. Ухо. Молодец. Садись. Вон твой, там 8 сахара. Садись, сейчас я буду... А, это? Конечно, тебя сейчас будут садиться. И мух отгонять. Махай, чудо. Мой отгонять, мам. Мой отгонять, мам. Мой отгонять, мам. Как вы это, мопуха, знаешь. Помогай. Сань, да? Иди кофе пить. Ну, смотрим. Махай, чудо. Воя, чудо. Ск deposits в домCAR слабался. Улыбнях. Всё. Улыбнях. Махай, чудо. Выпавл belief это... Потому что она critics.... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже ржавые диски и то поблескивают. Да, долго, потому что моет один мойщик. Моет долго, но зато моет так, что четко все. Хочется сказать, что она почти новой такой не была. Ну, красота. Теперь можно ехать чистенькие, аккуратненькие. Намыкывая. Вылетаем. Холодец, пригрелся возле кактусов. Хорошо тебе? Я пригрелся возле климата. Пригрелся. Сколько у нас там градусов стоит на климате? 22. Ну, тут из-за него я пригрелся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова